привет всем студентам их родителям тем кто собирается поступать да и в принципе всем кто подписан на наш канал сегодня я хочу с вами поговорить о плюсах и минусах жизни в общежитии а это кстати она и так поехали всего подготовил для вас три плюса и три минуса и давайте начнем с первого минуса первый минус заключается в том что это общежитие и как правило у вас есть сосед и так что значит жить соседом жить соседом это значит подстраиваться под другого человека и под его ритм жизни приходится подстраиваться по то кто когда просыпается кто когда засыпает кто где кушает готовит еду делает уроки поэтому здесь иногда бывают конфликты вторым минусом конкретно для меня является то что в общежитии чаще всего бывает шумно я не спорю что в нашем общежитии проживают очень много талантливых студентов которые любят петь песни играть на гитаре танцевать слушать музыку или готовить разные вкусности но эти студенты не понимают что они могут доставить своими действиями дискомфорт для других людей ну и последним третьим минусом является то что внутри комнаты нельзя ничего менять что я имею ввиду когда говорю нельзя менять ничего в своей комнате конечно вы можете докупить различные предметы интерьера и декора цветы и обустроить свою комнату под вас но при заезде в комнату у вас уже есть мебель от универа есть уже какой-то ремонт который вы не можете менять по законам универа примеру когда я два года назад заехал в свою комнату и увидел этот огромный оранжевый шкаф с такой же кроватью мне захотелось это просто убрать и докупить себе что-то новое но этого делать нельзя первым плюсом проживание в общежитии для меня конкретно является цена проживать в общежитии однозначно дешевле давайте сравним к примеру моя комната за год стоит 8000 юаней то время как моя одногруппница снимает квартиру да она снимает в новом доме в новом жека принципе снимать апартаменты в моем городе достаточно дешево это всего лишь 1800 юаней месяц но при этом за год когда у меня выходит 8000 юаней у нее выходит 21 и здесь уже стоит задуматься тем более что по правилам универа иностранные студенты не могут жить за территории и чтобы этого добиться нужно очень сильно постараться еще одним плюсом проживания в общежитии является его расположение что я хочу сказать что когда начинается учеба и у вас есть куча парк вам нужно потратить лишь 5-7 минут ходьбы от вашей комнаты до аудитории также на территории кампуса находится все что вам нужно здесь есть почты столовые магазины шалка молочный чай все что нужно для части иностранного студента в китае и третий плюс проживания в иностранном общежитии в том что они кардинально отличаются от китайских третьим плюсом является отличие наших иностранных общежитий от китайских вы наверняка слышали что китайцы живут по 4-6 человек вместе друг на дружке в одной комнате без сплит системы телевидения и возможности готовить поэтому сравнивая с нашими общежитиями где относительно новый ремонт мы живем по 2-3 человек причем это касается моего универа я слышал что есть ребята другие студенты других универах и других городах где у них совсем другие условия проживания они могут жить и по одному и общежития у них намного дешевле то есть это все зависит от универа об этом я говорил в своем прошлом видео что перед тем как поступать в универ обязательно ознакомьтесь с условиями поступления и проживания несмотря на то что мы также проживаем по 2-3 человека в комнатах у нас есть возможность готовить у нас есть электричество кондиционеры и все что нужно принципе для жизни вот такое сегодня получилось видео если вы являетесь студентом обязательно поделитесь своим мнением и всем пока